Всем доброго трямса, мои зелененькие братишки и сестренки. Колония все так же находится в очень непростом положении, с едой на пряги, куча горячей воды, которую непонятно куда нужно, дети, а мы даже не докопались до нефти. В общем, бери печеньки, наливай чайку и пошли разгребать все это непотребство. На данный момент нам жестко не хватает еды. Я, если вы помните, не так давно начал заниматься плотненько вот этими поганочками, но в любом случае у нас пока 8 килокалорий, 8 тысяч, и этого маловато. Нам не хватает удобрений. Что мы по этому поводу можем сделать? Мы можем сделать больше вот таких вот компостеров и куда их поставить. Я думаю, что имеет смысл поставить их вот сюда. Поэтому давайте мы здесь все это дело отгородим. Осадочная порода, потому что она у нас здесь валяется в больших количествах и потому что она вот здесь вот у нас есть. Достраиваем вот так вот здесь вот полы и для начала прокапываемся вот тут. Вот так вот. Дальше что? У нас здесь капает водичка и она может капать не очень хорошо, особенно если пойдет таять вот этот лед, у нас будет заливать наши экзокостюмы. Поэтому давайте мы здесь тоже из осадочной породы поставим потолки. Вот так. И вот это мы разбираем. Также у нас постоянно капает водичка вот здесь. Здесь я предлагаю поставить из абиссолита блоки, отгородить помещение как-нибудь вот так. И, к примеру, вот так вот. Ну и здесь давайте поставим. Пускай теперь капает сколько влезет. Ребятушки, вперед работать. Ну и вот здесь вот, кстати, неплохо было бы поменять тоже на абиссолит. Девятый приоритет всему этому безобразию, чтобы сделали как можно быстрее. Водичка, кстати, минус 5 градусов, это здорово. Можно будет ее потом использовать как-нибудь для охлаждения, потому что для охлаждения оптимально использовать не чистую воду, а именно загрязненную воду. Это будет намного удобнее. Главное, чтобы кто-нибудь здесь у нас сейчас не застроился. Ну, вроде как это нам больше не угрожает. Здесь мы тоже все выкопали. Давайте, достраивайте вот это помещение. Тут буквально чуток остался. И предлагаю также вот сюда назначить побольше золотишков производства. Здесь у нас стоит максимальный приоритет, так что, ребята, старайтесь. Золото нам может понадобиться. Это тоже все выкапываем. Кстати, тут у нас еще амальгама золота. Надо будет ее тоже как-нибудь освоить. Предлагаю вот здесь вот сейчас поставить тоже стеночку и освоить вот это безобразие. Амальгама золота нам всегда пригодится. И так, где у нас будет стоять стеночка? Стеночка у нас должна стоять вот тут. Ставим ее сюда. Дальше что мы? Ставим автошлюз вот сюда. И ставим освежитель, потому что мало ли, если что-то вырвется через эту дверь, а оно вырвется сто процентов, то пускай сразу его зачистят. Компост у нас будет выделять всякую дрянь. И нам она здесь, в общем-то, не особо нужна. Молодца. Так, 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 так. Кстати, что у нас с проводами здесь происходит? Давайте глянем быстренько. Надо будет нам поменять кое-что на второй провод. Вот этот проводок у нас сейчас имеет 840 ватт. Да, в то же время вот эта система у нас перегружена полностью, поэтому я предлагаю вот эту часть запитать вот на этот трансформатор. Вот на этот вот. Для этого что нам нужно сделать? Вот так вот провести здесь проводок. Вот так. И сюда бросить. Ну и, кстати, вот эту часть тоже можно переделать вот такие провода. Вот оно как раз золотишко нам и пригодится. Ну а сюда мы ставим новые компосты. Тоже из осадочной породы. Штучки 4, я думаю, здесь войдут как раз. И на максимальный приоритет. Вот, красавчики. Сразу давайте девяточку здесь поставим, чтобы максимально быстро сюда приносили и постоянно с этим работали. И нам нужен будет еще один фермер. Надо подумать, кто у нас тут вообще по фермерам. А, подождите, у нас и так есть фермер, да? То есть у нас два их, Джин и Линси. Отлично, подожди, а что у тебя тут написано? Мораль. А, блин, мораль пофигу вообще. Мораль вообще пофигу. У нас она отключена на данный момент. Также давайте сделаем запитку электричества. Вот сюда, на эту дверь. Чтоб она максимально быстро работала. Как раз у нас золотишко подъехало. Превосходно. Так. Сюда мы ставим двойной мост. И завязываем все это безобразие вот на эту систему, да? Система, кстати, полностью готова. Это значит, что вот здесь вот ее можно будет разобрать нафиг. Ну и поменять провода здесь тоже на новые. Было бы неплохо. И золото у нас кончилось благополучно. Все. Здесь у нас запустили нашу системку. Давайте посмотрим, что у нас по электричеству. Значит, здесь у нас максимум полторы тысячи. А здесь у нас две тысячи сорок. Ну, вероятность того, что здесь у нас все накроется, крайне мала. Особенно, если мы вот переделаем вот эти вот провода на новые. И это надо будет обязательно сделать. Ну, хотя здесь, в принципе, смотрите, нагрузка обычно плавает где-то в районе 600 максимум. Хорошо. С этим пока разобрались. Надо, наверное, еще сделать грибочков, как мне кажется. И тут надо тоже посмотреть. Значит, во-первых, вот здесь вот мы поставим новую лесенку. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть вулканическая порода в огромных количествах. Я предлагаю пустить лесенку вот так вот. Нет, лучше все-таки давайте вот так вот пустим. Это нафиг отменяем. Вот эту лесенку уберем. С этой стороны сейчас зашьем стеночку. Вот эти блоки вот здесь вот мы меняем на абиссолит. Потому что здесь у нас будет новая ферма грибов. Я хочу побольше грибочков сделать. И надо будет переделывать вообще систему электролизеров. Всю нафиг. Потому что та, которая сейчас есть, она, ну, точнее, как? Сами электролизеры я, скорее всего, оставлю такими же, какие они есть. То есть систему я менять не буду. Но я ее перенесу наверх. Вот куда-то, наверное, скорее всего, вот в эту часть вот сюда. Мы ее с вами перенесем. Потому что я хочу сделать систему охлаждения кислорода. Там у нас все-таки ледяной биом рядышком. И надо его как-то использовать более грамотно. Но для начала надо разрулить проблемы, которые у нас здесь есть с едой. Хотя, с другой стороны, у нас уже 40 тысяч килокалорий. Посмотрим, что у нас по еде. Значит, грибочки мы запретили, не запретили. У нас есть жареный гриб. Обычные грибочки у нас разрешены пока к использованию. Ням-ням-ням-ням-ням. Даже не знаю пока разрешать, не разрешать. Давай посмотрим, что у нас по грилю здесь. Жареный гриб без перерыва. Молодцы. Окей. С этим работайте тогда дальше. Так, давайте здесь мы тоже с вами вот так вот зашьем. И вот здесь вот у нас, смотрите, водичка есть, да? Которая здесь совершенно не нужна. И об которую наши постоянно мочат ноги. Надо ее тоже, естественно, убрать. Блин, вот этот загрязненный кислород здесь, конечно, не в тему. Сейчас он пойдет у нас здесь на базу. Давайте, значит, начинать вот здесь прокапываться. Вот так вот три блока. Вот это тоже убираем. В общем, все это надо будет сейчас прокопать. Не нравится мне, как тут все сделано. Но пока с этим ничего не поделаешь. Пока надо просто хотя бы как-то сделать производство еды. Дубликанты готовы к повышению. Значит, Мима владел должностью инженер-электрик. Это у нас получается кто? Подожди, вот ты. Инженер-электрик. Ну ладно, давай. Хотя подожди, можно тебя перекинуть на что-нибудь другое, наверное. Механика 4, Атлетика 6. А что у тебя, кстати, вот здесь вот происходит? Мима, давай посмотрим. Да, снабжение ты еще вообще не освоила. Поэтому давай-ка ты займешься снабжением. Прокачаешь себе скорость перемещения, прокачаешь себе возможность работы в экзокостюме. Ах ты, молодец-то красивая какая, а? Красивая-то или красивая. Вообще, внешне похоже на девочку, по-моему. Фиг с тобой. Золотая рыбка. Давай, мы сейчас, значит, здесь начинаем делать из обессолита. Значит, вот так стеночку делаем. Тоже зашиваем. Внутри ставим газопроницаемые блоки. Так, три блока, да? Ничего страшного, спуститесь, если что. Если понадобится. Давайте вот так вот три. Сюда лесенку. Лесенку вниз. И дальше у нас пойдут с вами блок фермы. Вот таким макаром. Так, а что у нас вот здесь вот вообще 2 киловатта уже, да? Максимальная 2 киловатта. Давай глянем, что тут у нас вообще не максимум, да? Что тут вообще потребляется-то как? Значит, максимальная... А, так статус провода нулевой, да? То есть, фактически, тут ничего у нас не работает. Ну, работает, но все, что здесь подключено, оно такое временное. То есть, то работает, то не работает. То есть, вряд ли здесь когда-нибудь будет какая-то пиковая нагрузка. Поэтому можно спокойно здесь провода дальше вот так вот подключать. Хотя нам даже и не надо это, наверное. И сюда надо будет подачу углекислого газа организовать каким-то образом. Чтобы он здесь вытеснил все вот это безобразие, загрязненный кислород. Чтобы у нас здесь могли грибочки наши расти. И высоты здесь в два блока будет за глаза достаточно. Единственное, что, значит, если мы захотим сюда присобачить хладодых какой-нибудь, вот тогда может быть проблема. Давай вот этот блок, наверное, мы сейчас уберем. Надо, чтобы здесь циркулировал у нас воздух нормально. Сюда мы с вами лучше поставим еще один газопроницаемый. Вот так. Блок фермы, как я и говорил, на высоте двух блоков. Ну и здесь стеночки из абиссолита. Продолжаем. Кстати, внизу, наверное, все-таки три блока сделаем. А вот этот еще надо будет как-то удалить хитро-мудро. А, так это просто. Он сейчас под углом вот так вот выкопает, а она туда провалится. О, красава. Красава. Правда, тут у нас водород все равно. Надо будет его чем-нибудь заместить. Как я люблю это делать. Мы его сейчас вытесним вовнутрь. Вот так вот теперь, пожалуйста. Вот, молодцы вообще. То, что нужно. Здесь все лишнее убираем. Да, давайте, утопитесь. Молодцы какие. Так, Мима, давай ты вот отсюда уйдешь и попробуешь все-таки это сверху зашить. Вот, молодцы. Все, я уж боялся, сейчас кто-нибудь закопается опять под низ куда-нибудь и замуруется там нафиг. А, кстати, помимо этого, помимо всего прочего, давайте еще лесенку здесь до низа сделаем. А то сейчас кто-нибудь где-нибудь замуруется обязательно. Вот, по-моему, уже один клиент есть на замуровывание. Молодцы. Так, вовремя сделал. Они уже начали там задыхаться. Так, здесь у нас... Во, загрязненный кислород практически весь ушел куда-то. Наверное, наверх. И здесь у нас сплошной углекислый газ, что не может не радовать. Правда, температура большая, что не может не печалить уже. Вот этот блок давай разбираем. И нам надо будет опять заместить вот этот водород. Поэтому давайте абиссолитом вот так вот блоки поставим. И здесь сейчас его зам... Как только вот этот разберут, этот заместят и все будет нормалды. А холододыхи у нас, интересно, вообще еще есть где-нибудь свободные? Ты через сколько вообще включишься? Следующая активность 26 циклов. В принципе, здесь у нас 40 градусов. Пар в любом случае практически мгновенно будет остывать. Так что здесь все хорошо. Вот этот холододых можно выкопать. По крайней мере, пока. И посадить его куда-нибудь сюда. Только вот я не знаю. Наверное... Подожди. Вот этот блок, кстати, надо разобрать. Его надо поменять на газопроницаемый блок. А сюда давайте поставим цветочный горшок. Пускай будет из гранита. Пускай будет немножечко покрасивше. Так. Дальше что? Дальше нам надо сюда поставить станцию подкормки. Прикормки, подкормки, не знаю. Дальше газопроницаемый блок. И по низу мы пускаем тоже блок фермы. Вот так. Осталось выкопать вот эти пару блоков. И все, можно будет заделывать. Ну а сюда холододых, наверное. Подожди. Вот этот давайте скопировать. И вот сюда вот вставить. Сейчас, я надеюсь, вот этот холододых сюда перетащит. Ну и как у нас тут? Комнаткой считается? Считается. Отлично. 92 блока. И сейчас станет даже немножечко меньше. Дубликанты готовы к повышению. Значит, Никола овладел должностью инженер экзокостюмов. И Гарольд овладел этой же должностью. Теперь вас можно перекидывать куда-то в другое место. Давай посмотрим, что у нас и как здесь. Копание, механика. Подожди. А Гарольд, тебя на копание можно поставить? Инженер экзокостюмов. Релевантные интересы отсутствуют. Ну и пофигу. Все равно научишься копать. Тебя никто не спрашивал. А вот этого можно на строительство Николу поставить. Пускай осваивает эту должность. И приоритеты давайте, кстати, посмотрим. Гарольд, значит, что у тебя? У тебя снабжение на максимуме? Давай посмотрим. Ты начинающий шахтер сейчас. Значит, копание мы тебе ставим сейчас буквально на максимум. Потом уже все снабжение, хранение и прочее. Никола. Тебя понижаем немножечко снабжением. И ты у нас строитель. Давай повышаем тебе строительство. Так, а до сюда что? Никто не может добраться, что ли? Алло. Давай девяточка. Приоритет сюда. И, в принципе, сюда вот тоже надо, наверное, девяточку поставить. Так вот будет более быстро и более честно. Так, ребята, а у нас вот здесь вот... А, у нас вот здесь вот хладодых есть, кстати. Свободный. И антиэнтропийник. Я вот все думаю, когда же мне, собственно, заниматься этим антиэнтропийным генератором. Но я пока еще не решил этот момент. В любом случае сюда можно прокопаться и забрать вот этот вот хладодых. Но для этого... Так. Давай вот это тоже копанем. Так будет быстрее. И срочность везде увеличим до максимума. Чтобы они максимально быстро, как я люблю выражаться, все это построили. Также, что мы можем здесь еще сделать, чтобы ускорить процесс перемещения? Ну, не только перемещения. Мы можем поставить здесь везде пожарные столбы. Мне, кстати, человек написал, почему ты не совмещаешь их вместе с лестницей. Так нельзя их в одной клетке строить вместе с лестницей. Нельзя, к сожалению. Так, вот этот склад надо немножечко перенести. Давайте мы сейчас поставим вот сюда вот этот склад. Так, так, так. Нет, из гранита давай ты посимпатичнее будешь. Повысим приоритет на тебя, на постройку. Здесь тоже столбик сделаем. Так, как у нас тут дела? Температурка вроде как пошла вниз. Вроде как. Но насколько активно она пошла вниз, черт его знает. Может быть, вот этот блок, наверное, надо тоже разобрать. Сюда поставить горшочек и поставить сюда второй хладодых. А пока мы с вами что сделаем? Пока мы с вами скопируем вот эти настройки и применим их здесь везде, где только это возможно сделать. Тут немножечко, кажется, притопило, да? Да, давай на девятку вытрите это нам, пожалуйста, все быстренько. Горшочек еще один. И сюда вот мы поставим, наверное, второй хладодых, который нам тоже все здесь остудит. Будет у нас все замечательно. Надо будет, кстати, сделать еще производство, наверное, надо будет сделать производство удобрений. Грибочки-то хорошо, это замечательно, но удобрения нам тоже обязательно будут нужны. Кто-то немножко замуровался в газопроницаемом блоке, по-моему. Копировать настройки, сюда вставить. И давайте посмотрим, мы докопались вообще там до хладодыха. Да, вот оно, семечко лежит, можно его отсюда забирать и перетаскивать. Все, забрали, кстати. Так, что у нас по золотишку? Золотишко у нас не производится, это неправильно. Опа, тут немножечко что-то затопило, да? Я почему хочу перенести, собственно, вот это производство все куда-то вот сюда, потому что нам надо вот эту горячую воду пустить на именно электролизеры. Это будет, наверное, самое оптимальное, что можно придумать. Вот это давайте, кстати, мы разберем отсюда. Это здесь нам больше точно не нужно. Ну и здесь у нас все вроде бы пошло. Правда, удобрения здесь не хватает. Ну удобрения, ладно, удобрения сейчас нам принесут. Тут у нас есть какое-то количество слизи или нету? Да нет, должны, должны сейчас нам накопать где-нибудь удобрений, слизи. В принципе, можно здесь вот заняться выкапыванием вот этого безобразия. Тут слизь лежит, она нам не нужна. Давайте отсюда мы ее выкопаем. И у нас, кстати, еще и водоросли 28 тонн. Я даже не знаю, куда их теперь девать, таких количествах промышленных. Во! Здесь тоже, как видите, у нас все растения начали оживать, потому что появилось удобрение. Но это, к сожалению, ненадолго, потому что земли-то у нас 506 килограмм. Из загрязненной земли у нас всего 4 тонны осталось. То есть это мизер. Нам надо срочно запустить производство грибочков. Ну, вроде как тут все нормально. Вроде тут и атмосфера есть. Все, что надо у нас имеется для того, чтобы запустить это самое производство. Надо теперь думать с системами охлаждения. Вообще надо будет вот это все сейчас выкапывать потихоньку. Давайте мы начнем это все выкапывать. Сюда поставим две, наверное, электролизерки. Большие вот такие вот. Два блока. Хотя можно разными способами воспользоваться. Есть еще такой доктор Перец, которого мне постоянно советуют. Вот у него я видел систему довольно интересную. Но нам надо сделать это максимально быстро. У меня, честно говоря, просто банально нету сейчас времени разбираться с этими системами и придумывать что-то высокотехнологичное. Может быть, может быть, когда я приеду с отпуска, мы с вами эти системы все рассмотрим и придумаем что-нибудь свое вообще. А может воспользоваться чьим-нибудь подарочком? Чьей-нибудь разработкой? Так, ладно. Я думаю, что с грибами мы справимся, да? То есть еда у нас будет. В принципе, сейчас мы уже вылезли из долговой ямы. Едовой долговой ямы. Еда разложилась чего? А, понятно. Это не так страшно. Я думал, что у нас там еда уже портится. Это было бы страшнее. Вот эту воду еще надо будет куда-то перекачать. Какая-нибудь температура? 28,9. Можно было бы ее вот сюда, наверное, спустить. Минус 16 градусов. Как раз одно с другим объединится и будет замечательно. Давайте продолжаем здесь тоже копать. Даже, наверное, вот так вот можно все это дело выкопать. И все-таки хранилище кислорода я сделаю. Потому что я тут продумываю систему охлаждения за счет именно циркуляции кислорода по колонии. И нам пригодится контейнер высокого давления с кислородом. И я хочу вообще полностью изолировать колонию. Я хочу сделать так, чтобы у нас здесь была везде прослоечка такая какая-то температурная. Типа вакуума. Для этого нам понадобится... Ну да, вот этот этаж можно будет сделать в две клетки. Давайте мы здесь пустим обессолитовые блоки. Не знаю, вообще нам хватит, не хватит. Вот как-то так это будет выглядеть, скорее всего. И туда надо будет поставить насос, который откачает оттуда все до вакуума. Это будет супер, я думаю. То, что нужно. То, что доктор прописал. В любом случае, надо будет это все сначала построить. А потом придумать, как оттуда откачать воздух. Давайте начинать потихонечку. Пускай делают. Теперь они могут и до сюда добраться. И сюда придется, наверное, все-таки поставить насос. Давайте мы сейчас так и поступим. Сначала туда лесенку до низа из осадочной породы. Внизу водяной насосик. Давайте на самом деле самые обычные трубы. Даже более того, не буду заморачиваться с тем, чтобы они были там теплопроводными, нетеплопроводными. Вообще пофигу. И вот сюда мы их поставим. Так, вот сюда. Пускай в этот контейнер сливается. Она потом смешается с водой, которая у нас наверху находится. И будет самое оно. Там температура, я думаю, будет в районе градусов 10 максимум. А может быть потом и меньше будет. По электричеству-то что у нас тут есть? Значит, здесь 2,52. И причем, как бы, ну-ка, сколько у нас тут постоянно-то потребляется? А, статус провода. В смысле статус провода нулевой? Вообще, что ли, ничего не используется? А, ну, в принципе, да. Сейчас тут практически ничего не используется. Можно, значит, бросить насос на насос обычный провод. Я думаю, что он как-нибудь переживет это. Это тоже потихонечку выкапываем. Но надо так выкопать, чтобы был сюда доступ. Чтобы можно было вот этот верх докопать. Хотя, с другой стороны, можно здесь сразу пустить просто из осадочной породы полы. Да, и все это дело скопать. И на самый верх надо будет перенести, наверное, вот эти все трансформаторы. Все бросить куда-нибудь наверх. Пускай они здесь стоят уже за пределами нашей температурной зоны. Вот этой. Таким образом, мы избавим колонию от таких вещей, которые ее сильно нагревают. Потому что эти трансформаторы все достаточно много вырабатывают тепла. Производство тепла 5 ватт. Сами они 50 градусов. Естественно, они нагревают нашу колонию. Это не гуд. Но вот это все надо будет переносить как-то, наверное, тогда. Вот это вот все безобразие. Надо будет отсюда убирать. Кстати, что у нас тут со складом? Да, склад перенесли. Давайте копируем отсюда. Настройки вставляем сюда. И вот этот склад мы благополучно с вами разбираем. Все, откачивайте отсюда воду. Молодца. Бедная рыбка сейчас будет в шоке, наверное. Да куда ей деваться? Естественно, в шоке будет. Достраиваем здесь второй потолочек. Вот так вот из-за бессолита. Потом вот отсюда из центра мы все откачаем. И у нас здесь будет вакуум. А вакуум тепло не пропускает. Хм. И вопрос в том, где все-таки мне делать эти системы охлаждения. С левой стороны. Ой, система охлаждения электролизера. С левой стороны или с правой стороны. У нас, в принципе, еще где-то вот здесь вот водичка есть. Опаньки. У нас здесь в трубах-то вода вообще осталась хоть немножко? Нет, конечно. И на электролизер у нас с вами вообще ничего не идет. Поэтому у нас сейчас и беда вообще получается. Это проблема. Такая-то что за говно тут налилось? Ладно, это мы потом вытрем. Давайте вот эту воду мы сейчас спустим сюда. Тем более, что вот эта штука тоже у нас скоро заработает. И неплохо было бы... А, ну скоро 22 цикла еще. Ладно, давайте мы тогда вот это все мы сейчас вытрем. Срочность на максимум. Вытирайте и начнем сейчас здесь заниматься строительством. Здесь надо будет несколько блоков поставить. Ну, во-первых, можно сделать для начала вот так вот. Замуровать вот эту стеночку. Вот этот пол, точнее, проход. Здесь у нас больше ничего полезного для нас нет. Значит, это мы с вами сейчас замуруем. Дальше что нас интересует? Нам надо поставить здесь вот так вот два блока. Их они спокойно могут перелезать. Поэтому вот это мы выкапываем все. И сюда мы с вами ставим лесенку. Тоже из термоосадочной породы. Ну, так вот две лесенки. Они смогут здесь вполне забраться. Так, все на девяточку. И когда все это дело достроят, мы спокойно вот здесь вот воду спустим туда вниз. И она вся стечет вот сюда в этот контейнер. Молодцы, красавчики. Вот теперь можно все здесь сливать. Сливаем воду. Давай тоже на девяточку, чтобы это все быстренько сделали. Замечательно. Взял, пытался залезть наверх и заснул. Нарколепсия она такая, да. Водичка 14 градусов. 10 градусов. Можно сюда вообще контейнер со льдом поставить на самом деле. Но, блин, переносить в лом. Он у нас вот здесь вот, по-моему. Да, только там ничего... А, кстати, насчет ничего нету. Давайте-ка мы вот это вот уберем с вами. И сейчас здесь как раз появится лед, который можно будет... Он будет здесь таять, скорее всего, частично, может быть. Так, здесь растопимый. Да, растопимый на девяточку. Это значит, что, в принципе, вот этой сборке сейчас дадут приоритет 9. Пока здесь все не растаяло к фигеням собачьим. Кстати, золото-то делайте мне, пожалуйста, ребята. У нас, конечно, сейчас 1,9 тонны. Золотишко, да? Угу. Но это все равно мало. Во, и здесь у нас водичка тоже пошла вниз. Превосходно. Заработал сразу насос. Здесь вода, кстати, имеет всего 61 градус. И у нас дубликанты готовы к повышению. Линси освоила профессию батрак. Давайте переводим ее в фермеры. Хотя было бы неплохо еще и скотовода какого-нибудь надыбать. 34 тысячи. Блин, когда вот еды будет побольше, может быть, мы возьмем с вами еще одного дубликанта. Так, температура тела слишком большая. 36 градусов не справляется, да? Не справляется. Может быть, знаете, что, наверное, надо было вот это вот перенести. Да, давайте мы вот это разберем. Вот это разберем и поставим лучше сюда его. Потому что здесь у нас получается такая линия, да? То есть, как у нас с температуркой? Да, получается такая некая линия. Это неправильно. Пускай лучше он здесь вот слева будет находиться. Так, так, так. Да, гранит. Вот сюда, пожалуйста. Сюда мы с вами блок ферму ставим. Ну и приоритет здесь на максимум. Я хочу сделать, я говорю, систему охлаждения кислородом. В принципе, даже догадываюсь примерно, как это нам лучше сделать. Чтобы циркулировал у нас холодный кислород. Так, давай вот так вот посадим сюда хладодых. И остужал все вот эти помещения. Провод перегрет. Где опять провод перегрелся? Вот здесь вот. Да, запустилась эта наша система. И здесь у нас с вами, да, до 2000 спокойненько бывает. Это печально, потому что он может перегреться еще где-нибудь вот в этой части. В самом электролизере. И будет тогда нехорошо. Ладно, но эта штукенция будет работать, я думаю, не очень долго. Тут осталось воды-то, в принципе, не так много. Здесь с водичкой тоже усе. Давай вот это вот лишнее скопаем, чтобы тут тоже вода как-то вниз свалилась. Вот это надо будет тоже переносить, значит, наверх. Вот я думаю, что вот сюда это надо переносить, чтобы у нас вот эти все шлюзовые были над вот этой системой. Кстати, подожди, насчет системы. Давай-ка мы тут из-за бессолита тоже вот это все сделаем сразу, заранее. И, может быть, сразу здесь и шлюзы поставим. А, подожди, шлюзы-то нам можно и не из-за бессолита делать. Здесь можно уже работать с любой другой породой. К примеру, с осадочной, которая у нас с вами дофигища. Блин, если мы электролизеры поставим сюда. Да, кстати, вообще-то можно один электролизер поставить сюда, а второй поставить с другой стороны. Ну, блин, не знаю, хочется в одном месте все это сделать. Дин-ди-дин-ди-дин. Да, сложное решение. Но сюда она не влезает. То есть, если только вот в этой части делать эти электролизерные, потому что у них определенная высота должна быть обязательно. И с контейнером, с кислородом тоже надо придумывать что-то. Его, наверное, где-то здесь надо размещать, чтобы к антин-терапийнику подключать. Я знаю, что вы мне сейчас напишите, что я балбес и что можно все сделать значительно проще. Но мы простых способов не ищем. Занимаемся различными экспериментами. Ну, что тут у нас? Все так же с температурой проблемы. Хладодых явно не хочет справляться со своей работой. Так, давай вот это вот копировать, сюда применить. Так, тут снаружи 41 градус. Тут 39. Ну, в общем и целом, в основном, они справляются. Да, то есть, с грибами у нас теперь проблем-то больших нет. Грибочки растут вовсю. Здесь вообще все незамечательно. Так, удобрения нет. Ну, конечно, нет. Загрязненной земли 2,8 килограмма осталось. Из нее надо еще компост успеть сделать. Так, подожди, а что у меня с электричеством? У меня какая-то беда с электричеством. А, блин, черт побери. Я вспомнил, что я забыл сделать. Я забыл обратно вернуть вот этот вот газоотвод. И, естественно, у нас не запускаются наши системы на природном газе. Потому что некуда откачивать углекислый. Давай быстренько вот это вот на девяточку. Так, я надеюсь, ты на девяточке стоишь. Да, газоотвод на девяточке. Сейчас его сделают и все заработает как надо. И вернется в нашу колонию электричества, которого сейчас здесь нет. Отлично. Все заработало, все заработало. Превосходно. Можно вообще будет, на самом деле, электричество, все производство куда-нибудь тоже сюда разместить. Вынести его подальше. Но для этого надо будет сделать трансформаторы новые. Господи, работы просто непочатый край. Немеренное количество. Так, подожди. Здесь у нас провода накрылись медным тазиком. Давайте мы тогда пока здесь все-таки двойной провод пустим. Ничего страшного, я думаю, не произойдет. Все равно потом его сможем разобрать спокойно и получить все ресурсы взад. Продолжение банкета я буду строить уже после того, как мы разберем насос, соответственно, когда откачаем всю воду отсюда. Можно пока вот здесь вот тоже заниматься раскопками. Почему бы и нет? Отсадочный породов. Отлично. Работаем. Ну что, ребята, и на этом мы с вами будем завершать. В этой серии я более-менее распланировал, как я хочу в дальнейшем развивать нашу колонию. То есть я хочу перенести всю электронику, все вот это вот производство куда-нибудь за пределы вот этой вот теплоизоляционной линии, которую мы с вами будем делать. И вынести сюда же все контейнеры. Может быть, задействовать антиэнтропильник для охлаждения газов, чтобы освободить вот эти вот хладодыхи, которых у нас здесь аж сколько получается? Ну дофига, 10 штук у нас здесь сидит хладодыхов, которые можно было бы сэкономить. Но это будет уже все в следующих сериях. Если вам понравилась эта серия, обязательно ставьте лайкосик. Напомню, каждый лайк может продвинуть видео реально наверх на ютубе и, соответственно, дать шанс моему каналу на более быстрое развитие. Я, соответственно, буду очень-очень вам благодарен, если вы поддержите меня всего лишь нажав кнопочку лайк. Ну а с вами был Грини. Всего доброго. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok